Здарова, народ! В эфире Магистр Синий и давно забытая рубрика «Поясни за Сиги». Даже не за Сиги, а сейчас я вам объясню, за что. Сегодняшний выпуск будет посвящен высоким технологиям, и это обзор на Айкос. Это замена сигаретам. В принципе, из того, что выходило последние несколько лет, это, пожалуй, самая адекватная замена сигаретам, и это практически как сигареты. То есть, выходили хуевины по типу вейпов, блю и подобной ебатории. И вот у нас есть такая штуковина. Это как бы чехол, здесь внутри находится аккумулятор. Вот таким образом эта хуита открывается. Я думаю, никому не надо особо объяснять, что такое Айкос. Он, наверное, уже практически везде. Это серия 2.4. Не помню какая, но, короче, вот эта limited версия, мне просто цвет понравился. Вот такая вот хуйня, из которой употребляются стикеры. Здесь кнопка включения. Здесь вот зарядка. То есть, вот там разъемы. Также в комплекте с Айкосом идет очень кошерная зарядка. Охуенная. По-моему, от 5 вольт он заряжается. Ну, то есть, там преобразователь, конденсатор, хуятор и так далее. Здесь можно посмотреть уровень заряда. Здесь на старых 2.4 стоял значок блютуса. Здесь значок Q. Я хуеву маму знаю, для чего это. Но это не играет роли никакой. Самое главное, вот здесь заключено. Далее. Вот эта хуйня, она снимается. Вот таким образом здесь она защелкивается. Здесь внутри некое подобие стержня, который нагревается. То есть, в чем суть Айкоса заключается? Это не то, чтобы вейп и не сигарета. Он заключается в выпаривании никотина. То есть, обычная сигарета, ты как, куришь? И табак, и вся эта хуйня, и продукты горения попадают тебе в легкие за счет именно горения. Здесь же горения нету. Здесь стикер нагревается до температуры 350 градусов. И за счет этого, как бы, кайфуешь, расслабляешься. Все охуенно. Также в комплекте с Айкосом продается специальное приспособление для чистки. Потому что вот эту вот поебень желательно чистить раз в два дня примерно. Ну, то, что внутри забивается, а вот продуктами, так сказать, сгорания. Вот. Сегодняшний обзор будет посвящен двум видам стиков. Стикеров, как я их люблю называть, по названиям Hits by Parliament. Вот такие вот Hits у нас есть, блядь. Это Purple Wave, старая версия, ценой 145 рублей. Это Hits Creations, новые, ценой 170. Я начну с Creations. Это новая линейка стикеров. Во-первых, они стоят дороже 170 рублей. Они более стильно оформлены. Хотя, это не самое главное. Даже тут написано, создано при участии какого-то Хуяна Амадора и Рене Софнера. Я не знаю, кто эти чуваки. Суть не в этом. Но, видимо, Хуян Амадор и Рене Софнер реально постарались. Потому что вот эти стикеры фиолетовые, они пахнут просто охуительно. Я даже готов 170 рублей платить за такое удовольствие, потому что это прям нереально круто. Пахнет какими-то духами, реально. Духами, цветами, блядь. Вот фиолетовый с чем был, я не помню. Purple, Purple, блядь. С какой-то прям, с какими-то ягодными привкусами. Ягодный привкус, цветы, духи. Вот это прям охренительное сочетание. Забегая назад, в чем плюс Айкоса? Ну, это не скажем, что реклама, но после него не хочется курить сигареты, потому что тебя как бы ровно с таким же успехом натягивает. С другой стороны, когда ты куришь сигарету, тебе это кажется чем-то уебищным, ущербным. Именно с точки зрения вкусовых ощущений. Но это неприятно становится. Ну, также плюсы этого дерьма в том, что оно вроде как менее вредно для легких, потому что меньше продуктов горения, разложения и так далее. В общем, стикер минималистичного размера, а здесь многое не надо. Здесь табак именно листовой, он так нарезан вот такими вот кусками. Пропитан никотином, пропитан глицерином. То есть, ты на выходе получаешь не дым, а пар именно от глицерина. Плюс по никотиносодержанию где-то 0,5-0,6. Вот так. Штука очень вкусная. Да, если сравнивать с Purple Wave, которые были до этого, они ровно такого же исполнения. Пачка 20 стикеров стоимостью 145 рублей. Они тоже прикольные, ягодные. Но в сравнении с новыми, да, вот новые, как бы тот момент, когда оформление действительно соответствует исполнению. Вот это первый раз, где мне реально не к чему проебаться. Прямо охуенно сделано. Вот. По вкусовым качествам. Сейчас я забью Heats Creations. Сейчас оно чуть-чуть прогреется. То есть, ты включаешь эту хуи тень, она прогревается секунд 5-10. Можно дуть. Вот. Немного пара, а много пара и не надо. Ты дуешь, никаких таких дымных ноток, просто пар. Просто приятный пар с духами и никотином. Охуительно просто. Во-первых, из плюсов. У тебя не остается вот этого вот уебанского запаха на руках от сигарет. Ты можешь спокойно покурить дома. Это второй плюс, немаловажный. Особенно зимой, когда тебе впалу там куда-то выходить. Просто можешь курить дома, запах выветривается минут за 5. Это приятно. Это прикольно. Оно тебя быстро натягивает. Да, Айкос где-то курится быстрее, чем сигарета. Но натягивает точно с таким же успехом. Здесь также присутствуют некоторые ментоловые нотки. Это освежает. Это освежающее, это приятно. У тебя потом во рту нет вот этого привкуса бомжа съеденного, блядь. Как будто ты после бодуна пришел после пьянки, нахуй. Это прикольно. Плюс Айкос разрешен во многих заведениях публичных. Ты можешь спокойно в ресторан прийти покурить. Можешь на работе у себя в кабинете покурить. Никто тебе слова не скажет. Ну, это интересная замена. Действительно прикольно. Поэтому, несмотря на цену, вот этим стикером я поставлю 10 баллов из 10. Из минусов ты точно так же зависим. И то, что ты можешь его курить практически везде. То есть ты никак с этого не слезешь. Но вред для здоровья вроде как поменьше. Так что, как по мне, это альтернатива клевая. Так что 10 баллов из 10. Ну, вот именно за эти стикеры. Даже я готов смириться с такой ценой. Что это прикольно. Еще из минусов этих стикеров. То, что они практически все воняют сеном. Но только для того человека, который сидит рядом с курящим. Потому что, когда ты непосредственно сам куришь. Аромат абсолютно другой. Курится он по времени, ну, блядь. Минуты 2-3. На этом все. В эфире был Магистр Синий. Не вредите вашему здоровью. Вообще нахуй ничего не употребляйте. Не курите. Короче, берегите себя. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok